Каждый день в рационе семьи Белых свежие овощи, выращенные своими руками в закрытом грунте. Чтобы посечь все тонкости ващеводства, владелец личного подсобного хозяйства прочел немало литературы, информацию черпал из интернета. Неоднократно посещал увлеченных тепличным делом людей. На обустройство своего хозяйства было вложено немало сил и средств, признается Виталий Белых. Мы начали заниматься с 2008 года. Объем был маленький для пробы. Потом услышали, что будут субсидироваться затраты на теплицы, на постройку. Решили приобрести теплицы и, как видите, получилось. Сначала 700 квадратных метров мы приобрели, построили, а потом 300 квадратных метров добавили еще. Теплицами семья Белых застроила весь приусадебный участок. В общей сложности они занимают порядка 10 соток. Производством овощных культур здесь занимаются практически круглый год. Зимой это в основном пекинская капуста, немного редиса, лука на перо и другой зелени. Затем их сменяют томаты, огурцы и перец. Усердно и терпеливо приходится ухаживать за тепличным хозяйством. Хлопот в этом деле много, но это того стоит, говорит глава ЛПХ. Благодаря умелому видению овощеводы получают хороший урожай. Просто технология у нас наработанная своя уже. И мы уже знаем, как с этим бороться. С холодами, со всем вот этими вот. Ну, в принципе, мы довольны результатами. Все у нас сейчас получается. Раньше мы, конечно, многое не знали. А теперь просто работать с удовольствием работаем. Желание познать новое, любить землю и не бояться физического труда – это основные слагаемые успеха Виталия Белых. А еще реальную финансовую помощь в виде субсидий владелец ЛПХ получает от государства. И постоянная поддержка местных властей. Я хочу сразу поблагодарить администрацию района и Вознесенское сельское поселение. Хочу выразить благодарность за помощь, за то, что помогли нам получить субсидии. Так что мы довольны. Выращенная продукция в подворье Белых пользуется спросом. В зимнее время за овощами реализаторы приезжают к Виталию домой. В планах владельца ЛПХ усовершенствовать теплицы, установить вентиляцию, отопление, автоматизировать освещение.